Привет, друзья! Эта актриса всегда была объектом зависти, подражания и восхищения. И еще ее любили, причем абсолютно каждый, от мала до велика, и мужчины, и женщины. У актрисы Татьяны Дорониной удивительная судьба, она сумела достичь невиданных высот в творчестве и при этом остаться обычным человеком с тонкой и отзывчивой душой. Фильмография Татьяны Дорониной состоит из небольшого количества картин, но именно благодаря им актриса приобрела всеобщую любовь. Оглушительную славу принес актрисе фильм «Три тополя на плющихе». Родилась Татьяна Доронина 12 сентября 1933 года в Ленинграде. До этого семья Доронинах проживала в маленьком городке Данилове под Ярославлем, но перед рождением дочери они решили осесть в Ленинграде. Родители девочки были простыми людьми, никак не связанными с искусством. Дедушка по линии отца Василия Ивановича был старовером, дедушка по материнской линии занимал должность старосты при деревенской церквушке. У Доронинах была одна маленькая комната в коммунальной квартире. Жизнь была небогатая, но счастливая. В семье все друг друга уважали и очень любили. Родители никогда не ссорились между собой, обращались только на «вы» и баловали своих красавиц-дочерей. Тане исполнилось 8 лет, когда началась война. Отца призвали на фронт, а мама с дочками уехала обратно в Данилов. В деревне не так остро чувствовался голод, да и все родственники были рядом, могли помочь в трудную минуту. Отец прошел три войны и сумел остаться живым. Мама Тани всегда ждала мужа, верила, что он вернется. Наверное, эта вера и помогла мужчине выжить и после многочисленных ранений все же вернуться домой. После войны Доронины снова переехали в Ленинград. Таня начала посещать школьные занятия и увлеклась самодеятельностью. Девочка была отзывчивая и общительная, школьные предметы давались ей легко. Для театрального кружка нужны были наряды, но так как семья жила небогато, то ткани на пошив естественно не было. Мама придумала создавать нарядные платья из марли, и Танюшка выглядела в них ничуть не хуже, чем другие. С самого детства девочка знала, что хочет стать актрисой, поэтому даже не стала дожидаться получения школьного аттестата и уехала в столицу поступать в театральный вуз. Комиссия была сражена на повал талантом девушки и приняла ее в Амхат, но когда узнали, что у этой абитуриентки даже нет аттестата о среднем образовании, то отправили ее домой продолжать обучение в средней школе. По окончании школы девушка опять уехала в столицу и сдала документы во все театральные институты, какие знала. Ее зачислили везде, но она сама решила, что будет учиться в Амхате. Татьяна попала в мастерскую к Масальскому, которую закончила в 1956. На одном курсе с Дорониной учились Евгений Евстигнеев, Михаил Казаков, Олег Басилашвили. На протяжении 30 лет Татьяна Доронина оставалась бессменным руководителем Амхата имени Горького. В декабре 2018 года она написала заявление об уходе по собственному желанию и с тех пор ходила немало слухов о том, что ее вынудили уйти с этой должности. Поскольку в театре после этого она больше не появлялась, к новому художественному руководителю Мхата Эдуарду Баякову возникло множество вопросов о причинах Демарша Дорониной. По его словам, дримерка Дорониной сохранилась за ней до сих пор, так же, как и ее личный кабинет. Но актеры театра после ее ухода даже записали видеообращение к президенту России с требованием вернуть ее на должность худрука. По их мнению, Доронину попросту ввели в заблуждение, предложив стать почетным президентом театра, но отобрав при этом все полномочия и лишив прав на творческое руководство. Актриса пять раз выходила замуж, но все ее браки были непродолжительными. Влюбленности и ухаживания Басилашвили обернулись свадьбой на третьем курсе. Как потом рассказывал педагог молодоженов Иван Тарханов, свадьба, проходившая в его квартире, была скромной, у невесты не было свадебного платья и обручальными кольцами влюбленные не обменялись. Выпустившись из вуза, семья уехала в Сталинград, ныне Волгоград, куда распределили Басилашвили. Татьяне предлагали остаться в Амхате, но начинающая актриса отказалась, чтобы быть рядом с любимым мужем. Здесь, на сцене Сталинградского областного драматического театра имени Горького, она сыграла свои первые роли на большой сцене. На тот период пришелся жизненный эпизод, который впоследствии привел к их окончательному разрыву. О нем написала Доронина в своей книге воспоминаний, дневник актрисы. Олега Валерьяновича пригласили сниматься в кино. Он уехал на съемки фильма «Невеста», а вскоре молодая жена приехала навестить супруга, чтобы сообщить ему, что они скоро станут родителями. И застала неприглядную картину в гримерной, ее муж выпивал с актрисой Татьяной Плесецкой, тоже снимавшейся в фильме. Обстановка была близкой к интимной и неприятной для жены, тонко почувствовавшей фальши наигранность кинодивы. Актриса отчаянно погрузилась в работу на провинциальных подмостках. Семья еще сохранялась, но это уже была совсем не та семья, о которой она мечтала. Спустя некоторое время Доронина и Басилашвили переехали в Ленинград, поступили на службу в театр имени Ленинского комсомола, а затем перешли в БДТ к Георгию Товстоногову, который хотел видеть Татьяну в своей новой постановке Варвары, в роли Надежды Монаховой, напыщенной, смешной в своих притязаниях дамы, но вместе с тем с трагичной судьбой, ищущей любви и понимания, но не находящей их. Талантливая и блистательная, до отказа востребованная в театре, она больше не видела смысла поддерживать видимость семейных отношений и в 1963 году подала на развод. Репертуар БДТ стал выстраиваться под Доронину, ей доставались почти все главные роли. Она неподражаемо играла Софью из «Горе от ума», Лужку из «Поднятой целины», Машу из «Трех сестер». Своей любимой ролью на сцене БДТ актриса всегда называла Настасью Филипповну из постановки «Идиот». Увидев Татьяну на сцене в одной из ролей, в нее влюбился профессор и преподаватель Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Анатолий Уфит. Веселый и обожаемый студентами, он был на семь лет старше актрисы. Три года они прожили не расписываясь, затем лидерские наклонности Дорониной стали угнетать, не привыкшего к подчинению Уфита, а в 1966 году, когда гражданский муж не пришел встретить Татьяну с гастролей, она объявила, что расстается с ним и выходит замуж за драматурга Эдварда Родзинского. К тому времени Доронина была не только известной театральной, но и знаменитой на всю страну киноактрисой, снявшейся в роли Наташи Александрова из спектакля, а затем кинодрамы «Еще раз про любовь», сценаристом которой был Родзинский. В эти годы актриса переехала к мужу в Москву. Там она поступила в Театр Мхата, где прослужила до 1972 года. Для Эдварда она стала не только женой, но и музой, игравшей все главные женские роли в постановках и фильмах, по созданным сценариям. На сцене театра это была Ирина в спектакле о женщинах. В кино – Надежда Казакова из «Чудного характера», ученый-океанолог Ольга Сергеевна из одноименного – главной героини восьмисерийного фильма. Пять лет прожили вместе Доронина и Родзинский, а в 1971 году актриса снова круто изменила свою жизнь, оставив МХАТ и перейдя в театр имени Владимира Маяковского. Вместе с актером Борисом Химичевым она играла в постановке «Да здравствует королева», «Виват». Совместная их работа положила начало бурному роману, Доронина развелась с драматургом и вышла замуж за Химичева. Четвертый супруг актрисы позже вспоминал о ней как о прекрасной хозяйке, но ее манера всем руководить в семье и резкие перепады настроения держала его в постоянном напряжении. Тем временем семейная жизнь с Борисом Химичевым трещала по швам. О том, что она выходит замуж за другого, Доронина сообщила мужу в своей гримерке после спектакля и рассказала историю знакомства с сотрудником главного управления нефтяной промышленности Робертом Тахненко. В какой-то момент Татьяна Васильевна решила купить дачу в садоводческом товариществе актер, председателем которого оказался Тахненко. Пятый супруг Дорониной, по словам знакомых, практически боготворил ее, дарил дорогие подарки и старался ограждать от неприятностей свою вспыльчивую жену. Надежды Роберта на то, что Татьяна остепенится и посвятит себя семье, не оправдались. Главным смыслом жизни Дорониной всегда оставался театр. В этот период на экраны вышла мелодрама Олега Бондарева «Мачеха», в которой Доронина, щемяще-пронзительно воплотила образ главной героини Шуры Оливанцевой. Этот глубокий и самобытный характер русской женщины не оставил равнодушными ни зрителей, ни критиков, которые называли эту роль, лучшей в фильмографии актрисы. Картина заслужила признание зарубежных поклонников кино, получив награду Тегеранского кинофестиваля. В связи с продолжительным молчанием Дорониной, появились слухи о плохом состоянии ее здоровья, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Подруга Дорониной говорит по этому поводу, как она может себя чувствовать, если лишилась своего дела, а с ним и смысла жизни. Актер Андрей Чубченко утверждает, Татьяну Васильевну никто не скрывает. Это выбор Татьяны Васильевны. Она стала затворницей, великой молчальницей. Это ее выбор. Остается только надеяться на то, что артистка пребывает в добром здравии и все же найдет в себе силы вернуться в родной театр, где ее ждут и коллеги, и зрители. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!